В Северном Казахстане разработан уникальный проект этно-аола под названием «Ожившее прошлое сегодня». В замыслах авторов воссоздать быт и культуру эпохи древних кочевников до мельчайших деталей. Любой желающий сможет лично прожить и пережить события тех дней. О новых горизонтах казахстанского туризма в материале наших корреспондентов. Живописную природу Айртаусского района часто сравнивают со Швейцарией. Горные массивы, озера, ландшафт. Здесь расположены знаменитые архитектурные памятники Северного Казахстана. Поселение ранних коневодов Евразии Батай, мемориальный комплекс Карасая Гантай-Батыром, усадьба бабушки Шокану Алиханова Айганы. Именно здесь планируют открыть первый этно-аул. Это уникальный формат, в котором будет реализовываться наш проект. Это формат живой истории. Человек сможет непосредственно погрузиться в живую историю. Кроме того, что он сможет увидеть историю своими глазами, стать ее непосредственным участником. Научиться стрелять из лука, ездить на лошади, делать изделия совместно с ремесленниками. Человек сможет отдохнуть в нормальных современных условиях. Председатель Казахского культурно-просветительского центра УРПАК Сагандык Салмурзин с воодушевлением рассказывает, какое оно, жившее прошлое сегодня. Идею создания этно-аула в областной ассамблее народа Казахстана вынашивали более двух лет. В осознанном уголке предусмотрено все для того, чтобы турист почувствовал себя настоящим кочевником. Он должен войти сам в эту историю, окунуться, сам пожить, испытать быт, может быть, трудности, экстрим, может быть, вкус всего гостеприимства и менталитета. И в то же время окружение языкового, культурного окружения, вот он должен это все узнать. И именно естественно. Юрты, мастерские, кафе национальной кухни и военно-историческая реконструкция. Планируется даже построить питомник, где будут разводить коней и исконно казахские породы собак, таких как Тобет. Проект прошел сертификацию, сейчас авторы ищут инвесторов. Инициаторы проекта ассамблеи надеются, что уже в следующем году край станет более привлекательным для казахстанских и зарубежных туристов. Леверина Иманбаева, Евгений Мутли, Национальный телеканал «Казахстан», Североказахстанская область.